Ровного участка здесь не найти. Одна яма сменяет другую. Их здесь на любой вкус. И поменьше, и поглубже, и с водой, и с камнями. Пытаемся объехать через центр. Как машина страдает? Очень сильно. Ремонт часто? Что меняете? В основном вся ходовая часть. Уже несколько лет улица Анатолия, особенно в районе моста, просит внимания. Когда сходит снег, дорога превращается в полосу препятствий. Водители снижают скорость и внимательно обруливают ямы. Обойти все не получается. То и дело, колеса проваливаются. Кирпичами заложат. Ну, буквально на неделю этого хватает. Кирпичная кладка в дороге – это не происки местных активистов, которые борются с ямами, а решение городского комитета. Такой временный вариант выравнивания дороги нашли чиновники. Тендер выиграл кирпичный завод. У нас кирпичный завод сделает дороги. И где такого нет? Автомобилисты уже с юмором относятся к извечной проблеме. Шутить начинает каждый, кто проезжает по этому участку дважды в день. Александр Кожанов следит за состоянием тротуаров на мосту, но не может не смотреть на проблемную соседнюю зону и нередко вылавливает трофеи. Скоро участок станет безопасным, заверяют власти. В этом сезоне улицу Анатолия должны отремонтировать. Эти работы, а еще установка освещения, обойдутся примерно в 20 миллионов рублей, рассказал глава города. Всего же в этом году в Новоалтайске должны отремонтировать 6 километров дорог на пяти нецентральных улицах Анатолия, Павла Корчагина, Пушкинской, Лесной и Белоярской. Общий объем работы оценивают в 170 миллионов рублей.